МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В горах порывы 15-20. Температура воздуха ночью 1,6 ниже нуля. Днем от 2 мороза до 3 тепла. Местами плюс 4, плюс 9 градусов. На дорогах гололедится. В черкесске временами мокрый снег, туман, гололед. Ветер юго-восточный 5, 10 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 4. Днем 1,3 тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. Исчезновение граждан – это та тема, о которой всегда сложно говорить. Каковы результаты деятельности правоохранительных органов по рассмотрению сообщений и расследовании преступлений, связанных с без вести пропавшими гражданами? Каково количество поступивших сообщений об исчезновении несовершеннолетних в 2020 году? И какие принимаются меры по установлению без вести пропавших несовершеннолетних лиц? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Российской Федерации и прокуратуры Карачаева-Черкесии Ислам Бастанов. Доброе утро всем. Доброе утро, Ислам Ханафеевич. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А тема очень серьезная. Тема – это безвестное исчезновение граждан. Тема, которая, наверное, не поддается даже людскому пониманию. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы пояснили, как обстоят дела с несовершеннолетним безвестным исчезновением граждан в нашей республике. В текущем году, 2020 года, в органы, в правоохранительные органы Карачаевской республики поступило 92 сообщения, из которых принято процессуальное решение об отказе от возбуждения уголовного дела по 90 сообщениям. На сегодняшний день, по итогу 11 месяцев, возбуждено у нас два уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина, проживающего в Адыгехабльском районе, который с 2002 года безвестно исчез. То есть, заявление поступило в органы внутренних дел в 2007 году. В этом году уголовное дело было возбуждено. На настоящий момент все проводят все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению данного гражданина или лиц, причастных к совершению данного преступления. Что касается несовершеннолетних, хотелось бы отметить, что в текущем году поступило 30 сообщений по факту исчезновения 33 лиц. Это и малолетние, и несовершеннолетние. 30 несовершеннолетних и малолетних на сегодняшний день установлены. Все живы-здоровы. По двум сообщениям, а по одному сообщению это двое малолетних. В этом году возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, как убийство. Это у нас по Хабейскому району. Этот случай из средств массовой информации изучал и на телевидении, и писали, разыскивали волонтеры, участвовали в поиске этих детей. И один факт у нас, безвестное исчезновение, это принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по несовершеннолетней пропавшей в Урупском районе, которая была обнаружена в пойме реки Лаба. Скажите, пожалуйста, какие вопросы возникают при рассмотрении сообщений о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением граждан? Ну, в целом, оценивая ситуацию, необходимо отметить, что самое главное – это своевременного обращения в органы внутренних дел не поступает граждане, а по иносе, то есть запоздалый характер. Допустим, если какой-то факт, или малолетний, или несовершеннолетний, своими силами пытаются установить местонахождение, допустим, или лицо какое-то выехало за пределы, допустим, Карачаево-Черкесской республики, своими силами, где проходят дни, где проходят месяца, в некоторых случаях года, несколько лет проходят, после чего не обращаются в органы внутренних дел. Призываю всех жителей республики, если какой-то факт, не дай бог, конечно, чтобы таких фактов было меньше. Если какой-нибудь данный факт будет иметь место быть, необходимо своевременное обращение в органы внутренних дел. Ну что же, Ислам Ханафеевич, я благодарю вас за такую полную информацию и полезную информацию. Желаю вам успехов в работе. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир продолжит вещание на черкесском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова